Зеленский и Лукашенко встретились в Житомире. Авиакатастрофа во Львове и новый состав Центральной избирательной комиссии определили в Киеве. Время новостей на UATV в студии Татьяна Резвин. Стало известно имя украинского военного, погибшего на Донбассе накануне. Юрию Тишику было 28 лет. Старший солдат попал под обстрел боевиков, сообщает пресс-служба 14-й отдельно механизированной бригады, в которой служил Тишик. 3 октября оккупанты 41 раз открывали огонь по украинским позициям из запрещенного минскими договоренностями оружия. Выпустили 30 мин по Зайцево, Крымскому и Новолуганскому. Украинский журналист вернулся домой. В Белоруссии освободили украинца Павла Шаройко, сообщил в Фейсбуке президент Владимир Зеленский. Видео встречи обнародовала украинская омбудсмен Людмила Денисова. Задержали Павла Шаройко в Минске два года назад, якобы за шпионаж. В мае 2018 его осудили на 8 лет. Минобороны Украины не раз опровергала заявление КГБ Беларуси о причастности Шаройко к разведке. С 2011 Шаройко работал в Беларуси и возглавлял карпункты информационного агентства «Униан». А с января 2015 сотрудничал с украинским радио. Сотрудничество Украины и Беларуси обсудили президенты Владимир Зеленский и Александр Лукашенко. Лидеры встретились в Житомире в рамках форума регионов Украины и Беларуси. Лукашенко в частности заверил, что Украина никогда не будет иметь проблем на белорусской границе. И сообщил, что на переговорах речь в основном шла об альтернативных источниках поставок газа. Зеленский поблагодарил белорусского коллегу за предоставление площадки в Минске для переговоров трехсторонней контактной группы. Мы благодарим Беларуси президента Лукашенко за то, что в условиях российской агрессии против нашего государства украинско-белорусская граница остается границей мира и сотрудничества. Мы это ценим. Так же, как и предоставление площадки для переговоров трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Я не хочу скрывать, ну и не очень-то и буду раскрывать содержание наших переговоров в узком составе. Но мы не скрываем то, что мы сегодня прорабатываем и альтернативные пути поставки углеводородного сырья с мировых рынков. Большую часть наших переговоров было посвящено этой теме. И мы договорились, что в этом направлении мы не просто будем прорабатывать варианты, а будем непосредственно уже действовать. Вернуть захваченные украинские корабли на заседании Постоянного Совета ОБСЕ в Вене от России вновь потребовали выполнения решения Международного трибунала по морскому праву. Речь о возврате катеров Никополь и Бердянск и буксире Яны Капу. Кремль призвали также ускорить переговоры в рамках трехсторонней группы в Минске, чтобы освободить больше 70 украинских политзаключенных, удерживаемых в России, оккупированном Крыму и на Донбассе. Три корабля военно-морских сил Украины вместе с экипажами российские силовики захватили 25 ноября прошлого года в нейтральных водах Черного моря. Затем арестовали в аннексированном Крыму и незаконно вывезли в Россию. Трехсторонние газовые переговоры запланированы на 28 октября. Они пройдут между Еврокомиссией, Украиной и Россией. На встрече должны решить будущее контракта о транзите российского газа через Украину. Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Мара Шевчевич. Все три стороны хотят заключить новый договор на транзит газа, который будет выгодным для всех. Продолжится обсуждение объемов транзита и тарифов. Мы должны найти лучшее решение на основе прогресса, достигнутого ранее в прошлом месяце. Уже четвертый раунд переговоров. На предыдущем стороны согласились, что будущий контракт будет базироваться на законных и правилах Евросоюза. Украинская сторона и ЕС предлагают России транспортировать по 60 миллиардов кубометров газа ежегодно в течение 10 лет. Москва настаивает на продлении срока соглашения лишь на год с прокачкой 10-15 миллиардов кубометров. Новый состав Центральной избирательной комиссии определила Верховная Рада. В комиссию входят 17 членов. Среди них большинство 12 от фракции «Слуга народа», двое от оппозиционной платформы «За жизнь» и по одному кандидату от «Батьковщины», «Европейской солидарности» и «Голоса». Они уже приняли присягу перед парламентом. Предыдущий состав комиссии Верховная Рада распустила 13 сентября по инициативе президента. По его мнению, при регистрации кандидатов на выборы Центр избирком действовал предвзято и вопреки принципам избирательного законодательства. Реализация избирательных прав граждан Украины – это ключевое задание Центральной избирательной комиссии. На сегодняшний день одним из приоритетов Верховной Рады является формирование компетентного, независимого состава комиссии. Исходя из этого, президентом Украины на основании предложения депутатских фракций и групп внесено представление о назначении на должности членов избирательной комиссии. «Очевидно, что большинство в парламенте находится в руках одной фракции. Квотный принцип формально соблюден. Но следствием такого квотного принципа в такой политической реальности может быть то, что ЦИК будет игнорировать мнение меньшинства. Меньшинства не так много, чтобы влиять на какое-то решение». Пятеро человек погибли. Трое получили тяжелое ранение в результате аварийной посадки самолета Ан-12 вблизи Львова. Около семи утра грузовой самолет пропал с радаров. Позже его обнаружили в полуторах километров от посадочной полосы Львовского аэропорта. Все подробности на этот момент в репортаже Юлия Биль. Аварийную посадку для дозаправки во Львове самолет Ан-12 запросил в 6.42. Через несколько минут судно пропало с радаров. «В 7.02 в оперативно-координационный центр поступило сообщение от аэропорта о том, что не вышел на связь экипаж самолета. Мы еще не знали, где находится самолет. Информацию уточняли у подразделений, которые выехали на место возможной посадки». Через 20 минут после аварийной посадки одному из членов экипажа удалось связаться со спасателями. На место аварии выехали 15 единиц спецтехники. «После приземления из баков вытекал керосин. Он продолжает капать с левого правого крыла. Были приняты меры, чтобы предотвратить возгорание топлива. С самолета была высвобождена путем вырезания конструкции самолета три человека». «Пять человек из тех, кто был на борту, погибли. Троих госпитализировали в тяжелом состоянии. Все граждане Украины из разных городов». «На данный момент двое пациентов уже прооперированы. Они остаются в отделении неотложной помощи. Это скелетные травмы, перелом ключевой кости, перелом костей таза. И третий пациент имеет многочисленные повреждения, черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки, таза и открытый перелом конечности». Ан-12 выполнял чартерный рейс из испанского ВИГО в Стамбул. Основные версии аварии – нехватка топлива и ошибка пилота и поломка самолета. Полиция открыла уголовное производство по статье «Нарушение правил безопасности». На месте продолжают работать следователи и спасатели. Юлия Биль, Вадим Дмитриев, Львов, ЮЭй ТВ. Временная переправа. В станице Луганское заработал обходной мост. Он облегчит переход людям, которые пересекают линию разграничения. Работать переправа будет, пока ведется ремонт основного моста через реку Северский Донец, сообщает Луганская областная администрация. Строители продолжают работать на разрушенном участке основного моста. Также начали демонтировать деревянный трап. Новый мост в станице планируют открыть 27 ноября. Автомобильный путепровод боевики разрушили еще в 2015 году. Около 2000 абитуриентов с оккупированных территорий поступили в украинское высшее учебное заведение по упрощенной системе. Для подачи документов им не нужны были результаты внешнего оценивания, паспорт и аттестат. Они воспользовались услугами образовательных центров «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина». Эти центры работают с 2016 года. Сейчас их 75. Вступительная кампания там проходила с 3 июня до 27 сентября. Поступление детей из оккупированного Крыма, как и из Донбасса, это всегда дополнительные преграды со стороны России. У нас есть системы безопасности, организованные для абитуриентов. Среди них зашифровка личных данных абитуриентов. Их фамилия и имя зашифрованы и в приказах на поступление. Между огнем и огнем выставка, посвященная Украине, открылась в Вене. Экспозиция представляет искусство последних пяти лет. И показывает, через что прошли украинцы после 2014 года. Это события революции достоинства, декоммунизация и российско-украинская война на Донбассе. На выставке представлены 22 работы, фотографии, картины, скульптуры, воинов и различные инсталляции. Организаторы надеются, так иностранцы смогут лучше понять новую Украину. Выставка будет работать в австрийской столице до 8 октября. Язык искусства очень доступно транслирует сообщения, переживания широкой аудитории. Нам хочется, чтобы австрийцы нас понимали. Нет лучшей возможности для этого, как использовать язык искусства. Я знаю про Украину, что в ней была революция, Майдан. Майдан возник из-за того, что бывший президент не хотел подписывать соглашение про ассоциацию с Европейским Союзом. В революции принимало участие очень много студентов. Также я слышал про оккупацию Крыма и войну с Россией. 12 миллионов за картину, работа стрит-арт-художника Бэнкси, высмеивающая британский парламент, ушла с молотка. Об этом сообщается на сайте Сотбис. На полотне изображен зал палаты общин, где вместо парламентариев заседает шимпанзе. Художник написал ее 10 лет назад. Торги длились 13 минут. Финальная цена более чем в пять раз превзошла начальную стоимость. Это новый рекорд для художника. Предыдущий был поставлен 11 лет назад, когда другую его картину продали почти за 2 миллиона. Это и другая актуальная информация есть на наших страницах в соцсетях, а также на сайте телеканала uatv.ua. Пока это все новости на журналисты UATV уже готовят для вас актуальную информацию. И менее чем через два часа мы к вам вернемся с новостями на русском. Продолжение следует...